5600 километров по стылым арктическим морям вдоль необитаемых враждебных человеку берегов. Еще сто лет тому назад каждая вторая экспедиция на этом пути заканчивалась катастрофой. Многие первопроходцы оставались здесь, дав имена холодным проливам, голым сопкам и безлюдным островам. Но один за другим выходили их корабли в Северный Ледовитый океан все дальше от обжитых мест навстречу неизвестности. Страна льда и ночи, ужасы и смерти. Так называл Арктику человек с железными нервами, полярный исследователь Фритев Нансен. Что заставляло людей отправляться в эти края, обрекая себя на опасности, а порой и на верную гибель. Во все времена путешествие по Северному морскому пути требовало невероятных усилий и огромных ресурсов. Кому были нужны их жертвы и эти траты? Все эти люди были мечтателями? Возможно. Но их романтические мечты направляло провидение. И это с их помощью человечество, говоря словами Стефана Цвейга, смогло осознать свои истинные размеры и размеры собственного величия. Все началось еще в 16 веке, когда мечтой торговцев из Северной Европы была Индия с ее сказочными богатствами – сапфирами и алмазами, специями и яркими тканями. Тогда в Индию было две дороги. Первая – морская, огибала всю Африку и там уже хозяйничали испанцы и португальцы. Вторая, наземная, была еще длиннее и шла вдоль великого шелкового пути, чужого и страшного для европейцев. И они стали искать третий путь. Это Архангельск, когда-то главный торговый порт Российской империи, заложенный еще при Грозном у стен Михайло-Архангельского монастыря. Монастырь не сохранился, а вот предводитель ангелов недавно вернулся на герб города. В советские времена вместо него был корабль. И не случайно именно отсюда 300 лет подряд отправлялись русские суда на поиски неведомых земель по дороге, проходящей по Северным морям. Провожали их торжественно. Тех, кто возвращался, встречали как героев вот здесь, на Красной пристани. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 24 августа 1553 года в Двинский залив, где стоит современный Архангельск, вошел, спасаясь от шторма, корабль английского путешественника Ричарда Ченслора. Жители прибрежной деревушки никогда раньше не видели европейских кораблей. Встреча оказалась неожиданной и для англичан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Англичане тогда мало что понимали про нас, как и сегодня, впрочем. Поморы встретили гостей, да объяснили им, мы, мол, никакая не Индия, Московия. И указали путь в столицу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так между Англией и Россией появились дипломатические отношения. Первую выгоду от этого получили поморы. Русские крестьяне, бежавшие на север, от податей и крепостничества. Они стали продавать чужеземцам пушнину и кость морского зверя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первыми берега Беломорья обживали поморы, продвигаясь по северному проходу на восток. И там, где бывали, ставили по берегам деревянные кресты. Вильям Баренц был поражен тому, как много и как далеко на север они ходили. Суда, которые они использовали, назывались кочи. У их корпусов была яйцеобразная форма. И льды не сжимали, а выталкивали их наверх. Конструкция кочи не менялась столетия, до появления паровых судов и ледоколов. Норвежец Фритев Нансен, между прочим, заимствовал форму коча для своего знаменитого корабля Фрам. Фритев Нансен, спортсмен, путешественник, полярник и филантроп, первым пытался добраться до Северного полюса на Собаках. Он повернул обратно, не дойдя до цели 400 километров, но навсегда остался в истории освоения Арктики. Кстати, и в истории России тоже. В начале 20-х годов его фонд спас от смерти тысячи голодающих по Волжье. Даже свою Нобелевскую премию норвежец пожертвовал на создание в СССР сельских станций, пытаясь научить советскую власть бороться с голодом. Полярник был так знаменит у нас, что его даже избрали почетным членом Моссовета. Географически и исторически сложилось так, что главным партнером и соперником России по освоению Арктики всегда была Норвегия. Вот только мы по традиции обходим Кольский полуостров с юга. Норвежцы же, начиная свои плавания к северной земле и Шпицбергену, проходят его по северному краю. Норвегия была не единственным соперником России в Арктике. Северным морским путем интересовались все европейские державы и даже Америка. Это соревнование особенно обострилось во второй половине 19 века. Так дошла настоящая гонка открытий. Это теперь известно. В Арктике находятся колоссальные запасы углеводородов. А в эпоху освоения Крайнего Севера об этих богатствах даже не догадывались. Самыми уважаемыми людьми в этих краях были оленеводы. Калгуев Калгуев – людное по арктическим меркам место. Здесь живут около 400 оленеводов немцев. Да каждые два месяца прилетает новая смена на нефтяные вышки, которые расположены на другом конце острова. А так все население вот здесь, в столице – бугрино. Русские несколько раз пытались обжиться на острове, но это получалось у них плохо. Острова Северного Ледовитого океана – суровая земля, богатая и скудная одновременно. Из растений только тундровый сланник, зато множество птиц и оленей. А вот местные – самоеды. Теперь их называют ненцами. Цингой не болели, пили медвежью и оленю кровь, ели печень морского зверя. Да и сейчас их меню составляет в основном свежее домороженное мясо. В нем есть витамин С. Олени острова Колгуев когда-то считались едва ли не лучшими на севере. Теперь же из стада, которая еще недавно насчитывала 10 тысяч голов, осталось всего около 300. Что стало причиной трагедии, в точности неизвестно. Ненцы грешат на нефтяников, дескать, испортили всю экологию, вот и погибли олени. Есть и иная версия – будто бы сами оленеводы поленились перегнать стадо, когда весной после оттепели грянули заморозки и олени погибли от холода. Как бы то ни было, оленей теперь почти нет на Колгуеве. Раз в год на остров приходит судно, которое пополняет запасы скромного сельмага. Кое-что привозят раз в две недели вертолет. Но привыкшим к оленине людям не по вкусу свинина, да и денег на нее у них нет. Как выживать – непонятно. По традиции весной самоеды уезжают вглубь острова. Живут в избушках на озерах, их называют тут дачами. Бьют гусей да уток, которые сотнями тысяч прилетают на остров. Там надевают дедовские камлики из олених шкур. Подпоясываются поясами, на которых нож точила и обязательный амулет. У Ионы, одного из старейшин поселка, на поясе висит клык белого медведя. «Я медведя уважаю», – говорит он. На острове Вайгач, втором за Колгоевым большом острове на Северном морском пути, местных жителей не было никогда. Для коренных народов Севера, не только ненцев, но и для многих других, которых уже больше нет, этот остров столетиями был самым сакральным местом на Земле. Возможно, это вообще самый сакральный из необитаемых островов на планете. Когда-то здесь, в разных частях острова, стояли сотни болванов, деревянных и каменных идолов. А вокруг них лежали скелеты оленей и медвежьи черепа. Только в 1827 году священники заставили ненцев уничтожить святилище, но идолы еще долго появлялись. А где-то на берегу есть провал, который усиливает шум ветра, и оттуда раздается страшный вой. То ли духов, то ли море. В 20-х на Вайгаче нашли ценную руду и сюда отправили экспедицию, наполовину составленную из заключенных. Штольни, фундаменты бараков, остовы стальных механизмов стоят здесь до сих пор. Это была первая попытка использовать труд заключенных в Арктике. Условия в экспедиции поначалу были совсем не лагерные. Сытая еда и относительно теплое жилье. Среди заключенных оказался Васлав Дворжецкий, впоследствии знаменитый актер. Ему даже разрешили организовать здесь театр. Но работа в шахтах была очень тяжелой. Люди умирали так часто, что ссыльные едва успевали хоронить товарищей. А в 1938 году шахты залило водой и разработки закрыли. Некоторых заключенных вывезли, остальных отправили в Воркуту. Пешком, зимой. Дошли не все. Еще один безжизненный берег и очередные брошенные постройки на берегу. Это Хабарова. 31 июля 1918 года здесь гордо прошла шхуна МОТ Руаля Амундсена. Он поднял норвежский флаг, чтобы поприветствовать жителей самого северного в мире поселка. А милей восточнее МОТ села на миль. Наши помогли Амундсену. Доставили его на телеграфную станцию выяснить ледовую обстановку. Сейчас в Хабарово никто не живет. В первой четверти 20 века любые перемещения по Арктике были смертельно опасными. Данные о погоде и ледовой обстановке можно было получить только на полярных станциях. Они долго оставались здесь единственными форпостами цивилизации. В таких неказистых домиках и теперь работают люди, которые рассказывают всезнающим Гуглом и Яндексом, будет ли у вас завтра дождь или солнце. Здесь в Арктике климат переменчив как нигде. Редко, когда теплая безветренная погода держится несколько дней подряд даже летом. Чаще наоборот. Северные ветра сменяют друг друга, вздымая холодные волны. Пролив. Югорский шар. Еще одни ворота между Карским и Баренцевым морем. Участники всех великих экспедиций и пропавших, и те, которые закончились успешно, проходили вдоль этих берегов. 4 сентября 2012 года жители маленького русского поселка на побережье были последними, кто видел шхуну Святая Анна Георгия Брусилова. После этого связь с судном была потеряна. На момент экспедиции лейтенанту Георгию Брусилову было всего 28 лет, и вся его задумка была авантюрой. Ни корабль, ни команда не годились для плавания в Карском море. Когда шхуну зажали льды у земли Франца Иосифа, часть команды покинула судно, чтобы пешком добраться до обитаемой земли. После двух лет скитаний из экипажа Святой Анны удалось спастись только троим. В 1912-м в Арктику отправились еще две полярные экспедиции, обе снаряженные на личные деньги. Экспедиция Георгия Седова и Владимира Русанова. И обе пропали. Карское море теперь не то, что сто лет назад. Тогда даже летом почти всю его поверхность занимали непроходимые льды. Окружали они и северную оконечность архипелага Новая Земля, который столетиями не покорялся исследователям. Архипелаг долго оставался самой крайней точкой Арктики, до которой удалось добраться. Пройти дальше по северному пути первыми решились голландцы. Это архипелаг Новая Земля. Она стала последней для голландца Вильяма Баренса, когда в августе 1596 года во время третьей для него экспедиции в эти края их судно было зажато во льдах. Это произошло вот здесь, в месте, которое Баренс назвал ледяной бухтой. Голландцы, а их было на борту 17 человек, сняли доски с обшивки судна и поставили на этом безжизненном пустом берегу избушку. Они назвали ее Домом спасения. Они провели здесь целый год охотясь на медведя и морского зверя. Теперь на месте избушки стоит этот крест. Уильям Баренс умер по дороге домой от Цинги. По старинному обычаю его тело опустили в воды море, которое с тех пор носит его имя. Только нескольким его товарищам удалось вернуться на шлюпках к людям. Любая высадка в Арктике сопровождается мирами предосторожности. Вот там на холме медведь. Он то и дело показывает свой любопытный нос. Медведи большая опасность для людей. Голод и любопытство заставляют их подходить вплотную и зачастую убивать. Белых медведей на островах Новой Земли куда больше, чем людей. Для их жизни эти места удобнее. К тому же большая часть архипелага для людей запретная зона. А вот здесь подойти ближе к берегам Новой Земли исследовательское судно профессора Молчанов, на котором мы совершаем этот рейс, подойти уже не может. Здесь находится зато закрытое территориальное образование. Закрытая зона. Еще в 90-х здесь официально не было ни людей, ни населенных пунктов. Правда, было два почтовых адреса, но оба зашифрованы. Архангельск 55 и Архангельск 56. Это именно здесь, на восточном побережье Архипелага, в 1961 году были проведены испытания самого мощного взрывного заряда в истории человечества. Термоядерная авиационная бомба Ан-602. Она же царь-бомба. И Кузькина мать, та самая, которую Хрущев обещал показать американцам. Во времена Холодной войны в Арктике пересеклись стратегические интересы ядерных держав. Здесь проходит кратчайшая траектория полета баллистических ракет между Америкой и Россией. О международном мореходстве по Севморпути тогда не было и речи. Примечательным в истории Заполярья был день, когда в Дикси после 12-часового беспосадочного перелета из Москвы приземлялись самолеты Туполев-4. Впервые опускались в Арктике эти тяжелые бомбардировщики. Когда же в 60-е годы отношения между СССР и Западом потеплели, советское правительство стало задумываться о том, чтобы открыть морскую дорогу. Маршруты транспортных судов, пройди они по Северным морям, сократились бы вдвое. В Союзе даже начали готовить лоцманов для провода иностранных кораблей. Увеличили число полярных станций. Это сейчас на полярных станциях трудятся все больше женщины. А в эпоху полярных героев работа считалась мужской. Людям важно было сойтись, найти общий язык. В 1934 году к востоку от мыса Челюскин на полярной станции встретились две противоположности. Чекист и беспартийный. Боевик и интеллигент. Невысокий плотный мужичок с бериевскими усами. И высокий худощавый очкарик. Начальник экспедиции и радист. Папанин и Кренкель. Иван Папанин, ветеран гражданской войны, закончил всего три класса церковной школы, но добился всех мыслимых вершин. Академик, контр-адмирал. Одних только орденов Ленина у него было девять. В Москву он попал по протекции однополчан и трудился поначалу в наркомате почт. Оттуда и был назначен начальником полярной станции. Иван Дмитриевич был убедительным организатором. К начальству обращался так. Говорит дважды герой Советского Союза Папанин. Миленький, помогай, гибнем. И сразу находились резервы, продукты и кадры. Есть анекдот о том, как наедине проходили партсобрания. Беспартийные присутствовать на них не могли, и радист Кренкель, чтобы согреться, бегал вокруг домика, пока полярники голосовали. А потом сам же отправлял в Кремль стенограммы их решений. В 37-м Папанин работал начальником глав Севморпути, пока ревизия не обнаружила серьезные финансовые недостачи. Он был снят с должности и отправлен в почетную ссылку в Арктический институт. Там о Папанине вспоминали тепло и со смехом, а его непечатные выступления поражали незрелые академические умы. Еще в 1928 году группа энтузиастов предложила правительству проект железнодорожного пути, который соединил бы три океана – Атлантический, Тихий и Северный. Сухопутному варианту противостоял морской. Спор длился несколько лет, и теорию решили проверить практикой – пройти Севморпуть за одну навигацию. К походу готовилась вся страна, и в июле 1932 года из Архангельска вышло судно – Сибиряков. Товарищи, ясно, что без винта ледокол не может двигаться вперед, тем более среди дрейфующих льдов. Но правительство и партия поручили нам пройти в Тихий океан в одну навигацию без зимовки. Мы должны сменить лопасти среди льдов без посторонней помощи. Понятно? Есть! Есть! Понятно! В тяжелых льдах судно потеряло винт. Тогда из подручных средств моряки сшили паруса, и под ними дрейфовали к выходу из Берингового пролива. Там Сибирякова подхватил на буксир траулеру суриец, высланный из Владивостока, и доставил в Японию. Формально задача, поставленная перед экспедицией, была выполнена. Когда Сталин спросил Шмидта о возможности использования Северного пути, тот уверенно заявил, да, это реально, и он берется доказать. Под затею было создано новое ведомство, главное управление Севморпути. Решили отправить в поход судно датской постройки, по общему мнению, малопригодное для ледового плавания. Но Шмидт все же рискнул. Академик, путешественник и начальник Севморпути Отто Шмидт был главным энтузиастом развития Арктики. Это в его честь. Девочек в СССР называли Аюмшинальдами. Отто Юлевич Шмидт на льдине. Вся страна, затаив дыхание, следила за эпопеей. Вот Шмидт выпускает во льдах стен газету. Вот читает лекции по философии. Когда же большинство людей вернули на большую землю, сам Шмидт заболел. Его переправили на Аляску. А когда подлечился, встретился в Вашингтоне с президентом Рузвельтом, восхищенным мужеством советских людей. Гибель и триумфальная эпопея спасения Челюскина стали тогда главным показательным достижением Советского Союза в освоении Арктики. На груди у спасавших их летчиков появились невиданные прежде золотые звезды героев Советского Союза. Звезда за номером один горела на груди Анатолия Лепедевского. А как их встречала Москва! Уже в 30-е годы обычные грузовые пароходы совершали рейсы по Северному пути из Мурманского во Владивосток и обратно. Это время – золотой век Арктики. Строились порты и полярные станции, крепла авиация, совершались выдающиеся плавания по ледовой трассе. Полярники получали ордена, их провожали и встречали под гром оркестров. Удобную бухту в месте впадения Енисея в Ледовитый океан исследовали норвежцы еще в 19 веке. Потому и назвали основанный здесь в 1915 году порт в честь норвежца Оскара Диксона, который помогал в организации нескольких арктических экспедиций. В золотую эпоху освоения Крайнего Севера Диксон стал главным портом арктических морей. В 70-х, 80-х годах в Диксон ежегодно доставляли более миллиона тонн грузов. В поселке жило почти 5 тысяч человек. Настоящая элита СССР. У 70% населения высшее образование. Почти у половины по два. Попасть сюда на работу было невероятно сложно. И не мудрено зарплаты по сравнению с московскими северными надбавками почти в 4-5 раз больше. Все изменилось в 1992 году. Страна перестала финансировать северные программы. Буквально за несколько лет почти все население покинуло Диксон. Напоминанием о былых временах остались заброшенные кварталы и ржавые бочки. Сегодня по всей Арктике эти бочки из-под топлива такая же привычная деталь пейзажа, как лед или белый медведь. Кое-где бочки начали убирать волонтеры. Есть программы, финансируемые государством. Завозятся специальные прессы, превращающие бочки в блоки, которые можно вывести на материк. Но бочек по всему Арктическому побережью многие сотни тысяч. Даже когда все здесь изменится, и на всем протяжении Севморпути построят новые порты, появятся новые мощные ледоколы, эта морская дорога останется невостребованной, если на ней не будет спасателей. История освоения Арктики – это еще и история спасательных операций. В одном только 1915 году их было две. Сначала спасали затертый льдами барк, отправленный на поиски экспедиции Брусилова и Русанова. Затем – попавшие в ледовый плен пароходы Вилькицкого. В обоих случаях доставку продовольствия за сотни километров по льду организовал один и тот же человек. Вот он, Никифор Бегичев, арктический спасатель. Очень опытный. Казалось, он вообще был заговоренный. Норвегия наградила его золотыми часами, а Российская академия наук – двумя золотыми медалями. И все за спасательные операции. В 1926 году он с артелью охотников ушел в тундру. Когда охотники вернулись, они сказали, что Бегичев умер от цинги. Как такой опытный полярник мог быть единственным, кто умер от цинги во всей артели? Неизвестно. У Бегичева невероятная судьба. Он успел поучаствовать в русско-японской войне. Вместе с Колчаком искал землю Санникова в составе экспедиции барона Толя и боцман спас будущего адмирала от верной гибели, когда тот провалился в прорубь. Бегичев был и в экспедиции у Рванцева, когда тот нашел медь и никель в Норильске. Это правильно, что есть памятник такому человеку. Диксон – удивительное место. С ним связаны судьбы многих героев покорения Арктики, известных ученых, писателей и поэтов. О нем написано много песен. Для талантливых людей этот город долго был зоной романтики и свободы. ПЕСНЯ 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 чем за два часа. Все дело в вечной мерзлоте. Она плохо держит асфальт, и его приходится все время перекладывать. А параллельно идет самая северная в России железная дорога. Когда-то по ней даже электрички ходили. Теперь только товарники из Норильска. Звезда Дудинки по-настоящему взошла, когда на строительство Норильского комбината и порта привезли тысячи заключенных. Русских и корейцев, латышей, поволжских немцев. Потомки этих людей и сейчас живут в городе, который стал одним из самых интернациональных в стране. Порт Дудинки не замерзает зимой. Отсюда на материк ежегодно отправляют сотни тысяч тонн меди, никеля, платины, золота и серебра. А обратно идут грузы северного завоза. Абсолютно все. От скрепок и картошки до вертолетов и медиастанций. Перегружается с морских судов на речные и отправляется обратно. Отсюда кормится вся Сибирь. Когда в 90-е годы сократился северный завоз, население заполярных городов за несколько месяцев уменьшилось чуть ли не вдвое. Из Дудинки тоже бежали люди, но многие возвращались. Порт худо-бедно работал и можно было жить. Так герои Джека Лондона возвращались на Клондайк уже не за золотом. Полярники как-то иначе видят тусклые краски севера, а потеряв их, тоскуют. И даже если их мечта осуществляется, и люди переезжают отсюда на материк, север не отпускает их. Многие возвращаются обратно. Каждый год в мае, накануне ледохода, всю территорию порта приходится убирать. Убирают корабли, контейнеры, разбирают даже вот эту железную дорогу. Ледоход на Енисеи – явление космического масштаба. Подов реке поднимается на 20 метров и сносит все на своем пути, что не успели убрать. Норильск, конечно, столица севера, но без этого порта и весь север, да и Дальний Восток просто не выживут. Арктика – это не только нефтегаз. Всего в 100 километрах от побережья Карского моря уже много десятилетий добывают и плавят сотни тысяч тонн меди и никеля. Такой концентрации природных богатств нет больше нигде. Чтобы доставить их в большой мир, стране и нужен был Северный морской путь. Это Норильск, столица русского Заполярья. Столбик термометра с сентября по май здесь не поднимается выше ноля. Девять месяцев зимы – июнь, июль, август, вот и весь остальной год. Толком не успевает вырасти даже трава. Здесь всегда очень сильные ветра. Летом из-за них случаются горизонтальные дожди, когда промокаешь насквозь. А зимой – так называемая черная пурга со скоростью ветра свыше 40 метров в секунду. Это когда вокруг не видно вообще ничего, а люди держатся за дома, чтобы их не унесло ветром. Как они здесь живут и как работают – непонятно. Такое в Норильске случается нередко. Безобидная на первый взгляд бароша, а потом снежная буря, вихревой ураганный ветер. И вот уже трава. В страшном 21-м году этот дом стоял на нулевом километре, вокруг которого строился сначала комбинат, а потом и город. Здесь жил никому неизвестный геолог, которого звали Николай Урванцев. Он искал уголь для Колчака, полярного капитана, объявившего себя правителем России. Когда Колчака разбили, Урванцев продолжал искать. И нашел. И уголь, и медь, и никель, и золото, и платину. Уже для советской власти. Николай Урванцев – ученый, друг и сподвижник знаменитого полярника Георгия Ушакова. Вместе они прославились, когда исследовали недоступный архипелаг «Северная земля» в 30-х годах. Это была тяжелейшая на грани выживания работа. За нее Урванцев и Ушаков получили ордена Ленина, а Урванцев – еще и докторскую степень. Еще один потрясающий факт из биографии Урванцева. Когда была открыта «Северная земля», денег на ее картографирование у советского правительства не нашлось. И тогда они вместе с Ушаковым взяли частный кредит в госторге и обещали вернуть его медвежьими шкурами. Оказывается, такое было возможно в 31-м году. Взять кредит, чтобы составить карты новых земель. Сегодня это звучит как сказка. Заслуги Урванцева оценила советская наука. В 37-м году он стал руководителем Арктического института. А в 38-м ему припомнили дружбу с Колчаком и посадили. При этом вернули в Норильск, где он, будучи заключенным, продолжал исследования. Урванцев вышел на свободу только после войны и прожил долгую жизнь. Успел даже получить второй орден Ленина. И завещал похоронить себя в Норильске. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 27 видов полезных ископаемых нашел в здешней земле Николай Урванцев. Неудивительно, что для норильчан он стал символом. Почти как Че для Латинской Америки. В 1935-м для строительства горнодобывающего комбината сюда привезли 20 тысяч заключенных. Руководитель строительства был по совместительству и начальником Норильлага. Мемориальный комплекс Норильская Голгофа строился уже в наши дни на пожертвования родственников погибших здесь русских, поляков, прибалтов, евреев, украинцев и белорусов. Четыре мемориала стоят теперь на вечной мерзлоте. В здешних немыслимых для жизни человека условиях этот город никогда бы не построили свободные люди. Если бы ни сотни тысяч заключенных, втоптанных в вечную мерзлоту, не было бы Норильска. Да что там Норильска? Не было бы ни стали для победы в войне, ни никеля для космических кораблей, ни первых разработок нефти и газа, с которых началось наше относительное благополучие. Сейчас в старом городе почти никто не живет. Все жилые дома заброшены. Даже бомжей здесь нет. Слишком холодно. Норильска проектировали и возводили заключенные, профессиональные строители и архитекторы. Но их первые дома сразу стали проседать. Вечная мерзлота вокруг фундаментов плавилась от тепла котельных и печек. Задача построить столицу Арктики оказалась сверхтрудной. Выход нашел заключенный, инженер Михаил Кин. Это он разработал технику свайного строительства, которая используется теперь во всех городах Севера. Благодаря всем этим людям здесь добывается 96% российского никеля, 55% меди и 95% кобальта. На использовании цветных металлов основано огромное количество технологий. Ядерные реакторы, космические и баллистические ракеты, компьютеры и мобильные телефоны и многое другое. Норильском местное население упорно называют только центральный район. Здесь самый северный в стране вуз и самый северный драмтеатр. Да здесь все самое северное. И роддом, и ночной клуб, и детские сады. Галец, омуль, муксун, сик, корюшка. Даже у москвича разбегаются глаза. Северный столб. Отдельная особая история. Ну и оленина, конечно. А что у вас из оленины есть? Много чего есть. Лыбки есть, ребро олени есть, печень есть, окорок, лопатка, фарш олени есть. Дайте мне, пожалуйста, вот бастурму, например, где 200 граммов. И колбаски. Но это все, конечно, радости приезжего человека. Любой норильчанин мечтает побывать на континенте для того, чтобы погреться и поесть чего-нибудь свеженького. Особенно фруктов. Здесь, конечно, теперь все есть. Но все втридорога. Даже по сравнению с Москвой. Потому что доставляют самолетом или морем. Вся остальная Россия для местных жителей материк. А Норильск вроде как остров. Самая середина Северного морского пути. Надежда. Так когда-то назывался аэродром в Норильске. А потом это название перешло по наследству самому большому в мире заводу по производству цветных металлов расположенному за полярным кругом. В каком-то смысле этот памятник стал для меня символом всей Арктики. Территорией надежд на освоение которой были затрачены неимоверные человеческие усилия, колоссальные ресурсы. Будет обидно, если все это окажется впустую. Будет обидно, если этим надеждам не суждено сбыться. К началу 20-го века Северный морской путь был в основном разведан, ценой множества жертв и усилий. Были составлены карты островов и течений, основаны поселения. Теперь эту дорогу предстояло осваивать. На побережье Ледовитого океана начали находить огромные залежи полезных ископаемых. Пришло понимание, Северный морской путь нужен России и для защиты своих границ. Начиналась эпоха ледокольного флота. Уже несколько лет подряд по весне ледоколы проходят парадом перед набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Ледокол тот же поморский коч, только с большим мотором. В отличие от корабля, который раздвигает лед, метровую льдину не раздвинешь, ледокол выезжает на нее и давит своей массой. Неудивительно, что такую конструкцию изобрели у нас. Но, как это часто бывает в России, дома идея долго никому не была нужна. Первый в мире ледокол назывался Пайлот. В 1864 году его придумал предприниматель Михаил Бритнев. Когда же через несколько лет суровая зима сковала европейские и американские порты, это изобретение пригодилось. Суда такой конструкции стали делать повсюду. А вот в России их строительство посчитали ненужным. Только на рубеже 20 века адмирал Степан Макаров убедил правительство заказать в Англии первый ледокол для военного флота «Ермак». Полярную экспедицию на нем в 1901 году Макаров возглавил лично. «Ермак» прослужил более 60 лет. Побил все рекорды по проводкам судов, и бороздил льды еще в 50-х годах, когда ледовая обстановка в Арктике была гораздо тяжелее нынешней. Это Красин, богатырь ледокольного флота. В его географии десятки арктических походов, бои, гибель, спасение, плен, кругосветное плавание. А летом 1928 года именно Красин возглавил экспедицию по спасению Умберто Нобеля. Норвежец Руаль Амундсен первым дошел до Южного полюса на Собаках и решил стать первым, кто долетит до Северного. Он заказал итальянскому инженеру Нобеле дирижабль, который назывался Норвегия, и пролетел на нем над полюсом 11 мая 1926 года. За этот полет Муссолини произвел Нобелев генералы и потребовал повторить подвиг на таком же дирижабле под названием Италия. Рим. 12 часов дня 21 апреля 1928 года. Сенсация! Мы передаем последние новости. Дирижабль Италия под командованием генерала Нобеля стартовал из Милана, направляясь на заполярный остров Шпицберген, где он должен совершить первую посадку в Кинзбее. Оттуда Нобеле и его отважные люди возьмут курс к Северному полюсу. 3 июня 1928 года советский радиолюбитель из Костромской области поймал сигнал СОС экипажа Италии. Дирижабль потерпел крушение у земли Франца Иосифа. Спустя 5 дней итальянцев спас Красин. А вот самолет, на котором спешил к месту катастрофы сам Руа Лямуцин пропал, когда спасенные прибыли в норвежский порт Трамсё, люди на пирсе плакали верните нам Мамуцена. Тайны его гибели не разгаданы до сих пор. Арктика забрала себе великого норвежца, как и многих других. Турманск, главная база Северного морского пути. Самый большой в мире город за полярным кругом. Ветреный, но довольно теплый за счет Гольфстрима. Экспедиции исследователей и в прошлом, и в настоящем отправлялись почти всегда из Архангельска. А вот военные, торговые, спасательные отсюда, из Мурманска. Сейчас, кстати, час ночи, полярный день. Раньше этот город назывался Романов на Мурмане. Романов, потому что был северным оплотом правящей династии. Ну а мурманами в древности называли норманов, скандинавских викингов. До границ Норвегии и Финляндии отсюда и правда рукой подать. Незамерзающий порт главное, что есть в городе. В действительности их здесь три. Рыбный, торговый и пассажирский. Торговый самый большой. Здесь перегружается практически весь уголь, который идет на экспорт. А еще металлы, дерево и много чего еще. Сотни миллионов тонн в год. Здесь же в Мурманске разгружались конвои с Ленд-Лизом с помощью союзников. Сравнительно короткий переход от восточного побережья США до Мурманска считался самым опасным участком Второй мировой войны. Он занимал всего две недели, но каждый пятый корабль оставался на дне. За время войны по программе Ленд-Лиза только автомобилей из США было доставлено почти 400 тысяч. Самолетов 18 тысяч. Танков 15 тысяч. Одних только армейских ботинок из Англии доставили 15 миллионов пар. Почти весь наш Северный флот во время войны состоял из американских кораблей, которые специально выпускались для СССР. Долг за Ленд-Лиз мы погасили лишь частично. И это при том, что оплате подлежали только гражданские грузы. Военные в основном поставлялись бесплатно. Еще в середине прошлого века фантасты пересадили человечество на космические атомоходы. Но до космоса мирный атом так и не дошел. А вот до моря добрался. Ядерные двигатели используются на подводных лодках, авианосцах и ледоколах. Помимо мощностей у таких кораблей одно неоспоримое преимущество. Одного заряда ядерного топлива кораблю хватает на 5-6 лет. За всю историю было создано 10 атомных ледоколов. Сейчас в строю осталось только 4 из них. Все базируются здесь, в Мурманске. Эра атомных ледоколов началась в 1959 году, когда на воду был спущен ледокол Ленин. Его называли чудом промышленного дизайна. Стены отделаны карельской березой и кавказским орехом. Есть музыкальный салон с роялем, кинозал, курительный салон. Сейчас это музей, но на судне и теперь служит команда во главе с капитаном. А вот флагман ледокольного флота 50 лет победы теперь в основном возят туристов на Северный полюс. Делает несколько рейсов в сезон. Правда, туристов в основном иностранных. Для своих такое путешествие удовольствие слишком дорогое. иностранных. Иностранных. В морской практике есть понятие судно ледового класса. Такие корабли, танкеры, газовозы могут ходить по арктическим морям круглый год без сопровождения и перевозить грузы по Северному морскому пути. Но даже и на отдельных участках помощь ледоколов необходима. Ледоколы работают, конечно, и в замерзающих акваториях северных портов, помогая швартоваться судам. Ну и главная задача проводка караванов по Северному морскому пути. Иногда по всему маршруту, а иногда только в своей зоне ответственности. Вот как сейчас в Карском море ледокол Санкт-Петербург передает сухогруз мощному Таймыру. Санкт-Петербургу дальше не пройти слишком тяжелые льды. Ну а Таймыру все нипочем. Поехали! Поехали, ребят. Вера! Когда ледоколы встречаются на Северном морском пути, то передать письмо посылку или пересадить пассажира с борта на борт легче всего с помощью подъемного крана в грузовой клетке. Здрасте! Чувствую себя героем фильма «Колосатый рейс». Анатольевич, привет! Боремся! Моряки, привыкшие к автономному плаванию, которое длится несколько месяцев к ряду, рады случайной встрече, передают друг другу приветы, обмениваются новостями. Четвертый Сашка, Сашка. 12 мая, понедельник. Находимся в Пхарском море, в стабилях к северу от острова Белый, продолжая проводку теплохода Павел Лавилов на западную кругу. Осталось пройти 90 мил. Сложно, как трещит лед. Таймыр – настоящий трудяга атомного флота. За 27 лет плавания он прошел более 900 тысяч морских миль. Провел по северному морскому пути 2000 судов. Такой девятиэтажный дом, которому нипочем арктические моря. Ледоколы немного напоминают бульдозеры, которые прокладывают дорогу во льдах. Когда лед слишком толстый, они отступают, набирают скорость и с лету наваливаются на льдину, продавливают ее своей огромной массой. А за ними, по проторенному каналу, тянутся суда. Когда оглядываешься назад, среди белых торосов видна дорога, которая остается за кормой ледокола. Капитанский мостик на ледоколе необычный. Он выдается за борт судна для того, чтобы было удобно рассматривать кромку льда, которую он режет. Здесь относительно тихо. А кабина больше напоминает кабину самолета. Столько здесь приборов. Вот только управлять всеми пятью-десятью тысячами лошадиных сил приходится почему-то вручную. Традиционно атомные ледоколы по комфортности чем-то напоминают круизные суда. Вот это кают-компания командного состава. Комната отдыха, как это называлось раньше. Новичку заблудиться в этих пустынных коридорах проще простого. А спросить дорогу и не у кого. Кто несет вахту, а кто отдыхает перед ней. Изначально судно рассчитывалось на 140 человек экипажа. Но технологии шагнули вперед, и часть людей заменили механизмы. Сейчас экипаж Таймыра чуть меньше ста человек. Но это раз в пять больше, чем на любом не атомном судне. Есть даже кинозал. Правда, развитие цифровых технологий быстро сделало его ненужным. Кино теперь можно смотреть, сидя в собственной каюте. Ну а здесь могут проходить собрания трудового коллектива. Машинное отделение – ничто иное, как атомная электростанция, которая дает энергию винтам и всем корабельным службам. Здесь особый режим безопасности и секретности. Ограниченное число членов экипажа имеет доступ в помещение, где расположен реактор. Мы в этот список не входим и увидеть его можем только на мониторах. Каждый на вахте отвечает за свой участок. Электростанция, двигатели, которые приводят в движение мощные винты, опреснительная установка и прочие судовые надобности. Человеку без технического образования разбираться во всем этом – только время терять. Сам реактор находится в глубине судна в специальной капсуле, чтобы обезопасить экипаж от малейшего шанса радиационного заражения. Для экипажа ледоколов визиты медведей – развлечение привычное. Мишек подкармливают молоком, колбасой, сгущенкой. Она им особенно нравится. Но общаться с ними лучше с безопасного расстояния. Еды в Арктике мало, и у медведя нет другой возможности прокормиться, кроме как убить любое живое существо. Все они – потенциальные людоеды. Полярный медведь по несколько суток способен преследовать добычу, может проплыть десятки километров в ледяной воде. Они любопытны, как сороки, и тянутся к людям. В Арктике все необычно, не так, как в других широтах. Почти у всех северных архипелагов, тело подводных хребтов и даже островов в большой степени состоит из глубинного льда, спрессованного тысячелетиями. Вода промывает во льду глубокие трещины, характер рельефа меняется. Случается, в море исчезают и появляются целые острова. Здесь, в Карском море, было сделано последнее крупное географическое открытие в истории человечества. На картах появился целый архипелаг, названный в честь Николая II, но в советское время переименованный в Новую Землю. Архипелаг обнаружила экспедиция Бориса Вилькицкого в 1911 году. Ледокольные корабли под его командованием Таймыр и Вайгач прошли весь северный морской путь из Владивостока в Архангельск. Но так бывает, наверное, только в России. О Вилькицком забыли. Еще при жизни. Никто даже не подозревал на чернильной фабрике в Брюсселе, где он работал последние годы жизни, что у русского старичка-конторщика за спиной боевые походы и ужины с императором, бастеный порт Артуры и штыковые атаки, полярные зимовки и гибель корабля на минном поле. Борис Вилькицкий возглавил экспедицию случайно. Руководителя похода генерала Сергеева разбил инсульт и его высадили на берег еще в Владивостоке. Тогда руководство экспедиции и поручили лейтенанту, которому было всего 28 лет. Когда три года спустя, в 1915-м, его суда прибыли в Архангельск, России было не до новых земель. Экипажи отправили на фронт. Капитан получил погону флигель-адъютанта, мог рассчитывать на большее, но выбрал службу на эскадренном миноносце на Балтике. После революции Вилькицкий эмигрировал, а жена его получила похоронку. Погиб, мол, капитан Борис Вилькицкий. И через какое-то время тоже уехала из России вместе с детьми, вышла замуж. Когда об этом узнал капитан, он не стал мешать ее новому счастью, а отошел в сторону. Советское правительство не раз пыталось вернуть Вилькицкого. Его опыт и знания были нужны. Он несколько раз принимал участие в международных экспедициях, но даже отказывался высаживаться в советских портах. И больше никогда не был на земле, которую открыл. Не только открытие новых земель. Все в Арктике дается человеку с невероятным трудом. Если строить дом, то приходится сначала вбивать сваи на 15-20 метров вечную мерзлоту. Если проехать до нужного места, то без мощных Уралов, тракторов и треколов не обойтись. Никакой асфальт не выдерживает перепадов здешних температур, а дороги приходится, если и не строить заново, то восстанавливать ежедневно. Даже для того, чтобы пришвартовать танкер к причалу зимой, и то требуется помощь ледокола. Вся эта необычная для Арктики красота вокруг называется сабетта. По-ненецки капюшон. Звучит необычно для русского уха. Как-то на итальянский лад. А то, что происходит здесь, и вовсе неслыханно. 10 тысяч строителей, международный консорциум во главе с Россией строят поселок, порт и самое главное, гигантский завод по производству сжиженного газа. Ямал, СПГ. Сабетта – самое яркое и самое новое, что сегодня есть на всем протяжении Севморпути. Арифметика проекта поражает воображение. Общий объем инвестиций – 27 миллиардов долларов. Разведанные запасы газа – почти миллиард кубометров. Его будут выкачивать из 200 скважин, прорытых с помощью вот таких гигантских бутылок. Так теперь выглядят российские буровые вышки. Да, большинство их агрегатов собраны с миру по нитке. Это лучшее, что сегодня есть в отрасли. Но сама буровая, наша, сделана на Урале. Чтобы превратить газ в жидкость, его нужно охладить до температуры минус 163 градуса. Перевозить его по Северному морскому пути будут гигантские танкеры размером с три футбольных поля каждый. А собирать газ перед дорогой будут в четырех вот таких огромных хранилищах. Говорят, внутрь каждого из них можно поставить два самых больших аэробуса джамба. Один на один. Даже когда строители уже через пару лет уедут, а их места займут те, кто будет работать на заводе или в порту, Сабетта не станет обычным городом. Здесь, например, уже есть спортзал и магазин, но никогда не будет детского сада и школ, потому что не будет детей. Здесь вообще не будет никаких местных. Только те, кто приезжают работать на две недели или месяц, а потом уступают место другим. Вахтовый метод. Дисциплина. Строжайший сухой закон. За нарушение – немедленная депортация на материк. В 600 километрах севернее Полярного круга человек жить постоянно не должен. Это слишком трудно для него, слишком дорого для всей страны. Сабетта – это какое-то новое слово в освоении Северного морского пути, да и всей Арктики. Очень рациональное и, по всей вероятности, правильное. Земли у России всегда было много. Она и сама даже не знала, сколько точно, вплоть до 18 века. Восточные и северные карты границ оставались белым пятном. Но какая-то неведомая сила влекла людей на поиск новых земель. И, быть может, самыми желанными из них были острова, которые пригрезли на горизонте охотнику Якову Санникову в 1810 году. Штурманы, геологи, гидрографы ломали головы, как достичь заветных берегов. Будто бы огромная в шестую часть света страна была не полна без этих островов, которые то ли были, а то ли и нет. Почему-то так манила всех призрачная земля в непроходимых морях. Государь-император Александр Третий, в шутку ли, всерьез ли, молвил на очередном выпуске морского корпуса. Кто откроет эту землю-невидимку, тому и принадлежать будет. Дерзайте, мечмана. И они дерзали. Прототипами героев фильма «Земля Санникова» на самом деле были не беглый каторжик, и золотопромышленник, а барон Толь и офицер Колчак. Зрители об этом, конечно, не знали. Фильм фантастический, но в нем больше правды, чем кажется. В начале 20 века русско-японская война показала, как необходимы государству пути быстрого перемещения армии, флота и вооружения. Судьба эскадры адмирала Рожественского, проплывший на помощь осажденному порту Артуру почти через весь земной шар и погибший в Сусимском проливе, поразила Россию. Северный морской путь оказался нужен и для охраны границ. Вот только «Землю Санникова» искали не ради золота, как в фильме. К тому времени стало очевидно, что плавать северным морским путем могут только пароходы, а им необходимо топливо, уголь. Его искал здесь барон Толь. В мае 1902 года его судно застряло во льдах. Тогда Толь и еще трое участников отправились к архипелагу из пролива, который сейчас называется в честь их корабля – «Шхуны Заря». Планировали дойти на собачьих упряжках и байдарах до острова Беннета. Заре же назначили встречу на островах летом. Но ледовая обстановка легче не стала, и корабль так и не дошел до берегов. Уже через год после пропажи экспедиции Александр Колчак и лейтенант Каламийцев вернулись сюда искать командира. Они сумели пробиться через льды к месту его стоянки на острове Беннета и нашли последнюю записку барона. В ней говорилось, что с севера, где ожидалось найти землю, снова прилетали гуси. Значит, земля там была. Ну а это атомный ледокол «Вайгач» – брат-близнец Саймыра. Оба они уступают по размеру и мощности флагманам ледокольного флота, но именно они и делают основную работу по проводке судов. Оба уже подумывают о заслуженной пенсии и ждут смельщиков, первый из которых должен вскоре сойти со стапелей. Не будет новых ледоколов, не будет никакого северного морского пути. На севере особый масштаб. Территории огромные, залежи ископаемых гигантские. Практически все вокруг имеет стратегическую ценность. Даже покрытые льдами морские пространства. Арктический шельф – мелководная полоса вдоль берегов вокруг Северного полюса. Официально все воды за пределами двухсотмильной зоны шельфа – ничьи. Их можно использовать только в научных целях. Но шельф богат полезными ископаемыми. Для России в чьих границах находится половина всего арктического побережья. Эти территории могут стать источником новых запасов нефти и газа. Представить это трудно, но под нами гигантский горный хребет. Он протянулся между Россией и Канадой, а в самой середине примыкает к Северному полюсу. Называется Хребет Ломоносова. Сегодня это самая спорная территория в Арктике. Канада уверяет, что Хребет Ломоносова – продолжение североамериканского материка. Россия, что и евразийского. А тут еще и Дания предъявила свои права, уверяя, Хребет Ломоносова – продолжение ее собственности – Гренландии. Уже второе десятилетие спорщики подают свои заявки в ООН, да просят перепроверить сведения. Канадцы заявляют, что готовы отстаивать свои территориальные интересы силой. Россия увеличивает свой военный контингент. Спорщикам стоило бы поучиться у суровой природы Севера. Ученые пришли к выводу. Все сохранившиеся в Арктике формы жизни, немногие растения и животные, выжили здесь только потому, что научились сосуществовать друг с другом. Если хотите – сотрудничать. Высадить пассажиров в том месте Чукотки, который они выберут. Такой приказ получил капитан судна «Ставрополь», которая в августе 1930 года обогнула Туманный мыс, знаменитый сложными течениями, ветрами и туманами. Главным пассажиром судна был Наум Пугачев. Он считался специалистом по национальному вопросу. Работал в Средней Азии, откуда его и перебросили на Чукотку строить советскую власть. Он взял с собой беременную жену и старика-отца. Все, чем дорожил в жизни. Чукчи, правда, никто не спрашивал, хотят ли они этой новой власти, новой жизни. Но уже через два года здесь вырос поселок с больницей и школой. И люди полюбили Пугачева за то, что он выучил их язык, чтобы рассказывать им о прекрасном будущем, а их детей учили и лечили. Пугачев удачно выбрал место. Через год неподалеку от его избы геологи обнаружили Олова. И к 1941 году в Певеке появились первые рудники. Это было чудом. В металле остро нуждался фронт. Оловянные кружки, ложки, котелки были незаменимы, а их требовались миллионы. Певек стал секретным населенным пунктом. В газетных публикациях его в целях конспирации называли Випеком. И даже указ о присвоении ему статуса города был секретным. Доставлять на материколова, а потом и найденное здесь золото, можно только по Северному морскому пути. Но здесь же, у берегов Чукотки, самая сложная его часть. Айонский массив. Гигантское скопление льдов, которые не успевают таять коротким северным летом. А Наум Пугачев был настоящим героем. Однажды, заблудившись в тундре, он месяц питался мышами и корешками. Учил детей писать свинцовыми пулями на доске. Не было карандашей. Едва научившись ездить на ездовых собаках, отправился без карты компаса в разгар полярной ночи в 600-километровый перегон. Обо всем этом рассказывали из поколения в поколение Чукчи. Наум Пугачев стал для них легендой. Основанный Пугачевым пи-век стал опорной точкой восточного участка Северного морского пути. В 80-е годы прошлого века он считался одним из лучших городов Союза. Здесь работали выдающиеся геологи. Здесь разгружались сотни кораблей. Сюда сходились данные десятков полярных станций. А в 90-е все изменилось, и люди стали уезжать из пи-века. Это еще один город, который терпеливо ждет лучших времен. Первым Чукотку описал еще Витус Берин. Он же дал новым землям имя по самоназванию местного населения – Чукчи. Они пришли на север из Азии еще в незапамятные времена, и ни один народ мира не решился последовать за ними так далеко на север. Когда Чукчи впервые увидели европейцев, они не поверили своим глазам. Не знали, что на земле есть еще кто-то, кроме них. Выжить там, где спустя тысячелетия жизнь считается невозможной, им помогли олени и охота на морского зверя. Китобои выходят в море на алюминиевых лодках с мощными моторами. Вглядываются в горизонт, ищут кита, торопятся за ним. Человек непривычный его вообще не увидят, а они наловчились. Кит всплывает, вздохнуть секунды на 3-4, не больше, и снова ныряет в воду. Вот тут-то рядом и должен оказаться охотник – метнуть гарпун. Потом еще и еще, пока кит не устанет таскать за собой шары, и обессиленный не ляжет на поверхность воды, чтобы принять смерть. Зрелище жестокое, конечно. Но охота на серого кита разрешена чукчем международными конвенциями и строго регулируется квотами. Да и по правде сказать, гораздо больше серых китов погибает от зубов косаток, их извечных врагов, чем от рук охотников. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КИЧЫСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КИЧЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОРОБЛИЯ КИЧЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Морская охота. Она и сегодня кормит людей. Ценится в ките все. И мясо, и внутренности, и ус. Но особенно кожа со слоем сала. Ее коптят, чтобы сделать деликатес. Монтак. А на другое мясо, которое привозят морем, на Чукотке денег ни у кого нет. Цена тут вдвое-втрое выше московских. Да и не любит здесь никто никакое другое мясо. Вскоре после Второй мировой в Москве решили, что Чукотка – отличный плацдарм для грядущей войны с Америкой. Здесь даже разместили целую армию. Танковые бригады были готовы выдвинуться на баржах коляски и начать вторжение после авиаудара стратегических бомбардировщиков. Всю Чукотку объявили пограничной зоной. В поселках морских охотников появились военные гарнизоны, а самих чукчей записали в добровольные дружины. Вот тогда вместо традиционных промыслов источником пропитания стали магазины. И люди стали забывать древние обычаи. Субтитры создавал DimaTorzok Вот тогда и появились знаменитые анекдоты про чукчей. Может, смешные, но совсем неправдивые. Чукчей осталось немного – около 30 тысяч человек. В трудные 90-е, когда в здешних магазинах не стало даже хлеба, этот народ стал потихоньку спиваться и вымирать. Вот тогда и вспомнили о старых традициях и морских промыслах. Когда-то чукчи были грозными воинами. В отличие от других племен, которые жили и воевали небольшими родами, они объединялись и в походы ходили вместе. Русско-чукотские воины, которые длились почти 200 лет, закончились победой чукчей. Чукчи добились права платить столько налогов, сколько пожелают, а взамен прекращали набеги на соседей, и их территория отнюдь не считалась частью России. Гонки на Байдарах, Беринге, проходят в Лоре, но уже 20 лет. Выглядит все немного скромнее, чем парад на Красной площади, но для людей это событие. Всерьез готовятся, приезжают иногда за сотни километров на лодках по холодному морю и в кровь взирают ладони соревной с ловкостью. Как умеют, так и радуются короткому чуконскому лету. Морские промыслы и бывший губернатор Роман Абрамович, его люди и деньги спасли этот народ от полной погибели. Но спасли не навсегда. Чукчаи стремительно теряют язык и традиции. Спиваются, что уж греха таить, как и некоторые другие народы Севера. И это, конечно, большая беда, а совсем не тема для анекдотов. В Анадыре все то же самое, что и по всей Чукотке. Ветра и метели, медведи на окраинах, дорогие материковые продукты. Только выглядит он лучше, чем любой другой город в Арктике. И у людей настроение другое. Потому что есть работа. Обычные пятиэтажные хрущевки в Анадыре не узнать. Они отремонтированы и раскрашены в яркие цвета. Вместо асфальта, который крошится от мороза, улицы вымощены бетоном. Он крепче и здесь, на Севере, в несколько раз дешевле. Анадырю некому и нечему завидовать. Он полностью обеспечивает себя теплом и светом. Здесь есть современные школы, больницы, кафе и рестораны, кинотеатр и даже своя птицефабрика. Правда, абсолютно все остальное, необходимое для жизни людей, приходится вести морем издалека. Город смотрит на восток, а там бывшая Русская Америка. Теперь Аляска. Энтузиасты мечтают о тоннеле, который свяжет два континента. Может и свяжет когда-нибудь. С мыса Дежнева видны воды сразу двух океанов. Там на севере ледовитый, а здесь уже тихий. И до Аляски отсюда. Всего 50 километров морем. Дежнев – загадка для историков. Мы не знаем ни даты, ни места его рождения. Нет сведений о его молодости. Когда он поступил на службу, ему было уже под 30. В 1648 году отряд под его началом и обнаружил вот этот большой каменный нос – северную оконечность Евразии. После бури здесь они потеряли корабль. До берега добрались всего 25 человек. «И пошли мы в Огору. Сами путь себе не знаем. Холодные и голодные. Наги и босы. И шел я с товарища до анадыря реки. Ровно 10 недель. И рыбы добыть не могли. Лесу нет. И с голоду мы, бедные, в рось разбрелись. И ходили 12 ден. И не дошед, почали в снегу ямы копать», – повествует Дежнев. В 1660-м он отправился в обратный путь. Только 4 года спустя Семен довез до Москвы, кроме сведений о неведомых землях, почти 300 пудов моржовых клыков. Сегодня это звучит как сказка. За 19 лет на царской службе Семен Дежнев не получал жалования. А когда сдал в казну моржовых клыков на 17 тысяч, в благодарность получил всего 38 рублей и титул атамана. Открытый им пролив Витус Беринг обнаружил только 7 десятилетий спустя. А еще через несколько десятилетий добравшийся сюда Джеймс Кук предложил назвать именем Беринга эти воды. О Дежневе он знать не мог. Здесь заканчивается северный морской путь. Или наоборот начинается, смотря с какой стороны идти. Эту дорогу проложили люди ценой невероятных усилий. Сейчас время ее обустраивать. Строить порты, спасательные станции, ледоколы. СМП не просто коммерческий проект. Для нас это шанс предложить миру колоссальный мирный проект, подобных которому давно уже не было. И если с этим не справимся мы, дорогу во льдах освоят другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok